Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Еще раз добрый день Уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете Радио Народная Волна На частоте 1430М 99,1 FM Также на нашем веб-сайте RadioNVC.com Ну и на канале в YouTube Тоже наш канал так и называется Радио НВС Или Народная Волна Чикаго Не забывайте зарегистрироваться Вот нам уже передают Привет из Израиля Привет Израилю Привет всем Всем привет А начнем мы наверное с чикагских новостей Можно поздравить Если конечно можно поздравить Чикагианцев С избранием нового мэра Ну если ты помнишь Там когда только-только Начинались разговоры о выборах Когда и стало ясно Что Раунер Не удел Ну вот Было множество Кандидатов Мишем это Эммануэль Рам А я что скажу Раунер Это был Губернатор Сори Да Раун Мануэль Когда стало известно Что он Не будет нашим Мэром Слава Богу Ну вот тут же все погнались За этим постом Тут же Причем их там было Человек где-то 12-13 Там был и Наш Начальник полиции Эдди Джансон Там был Начальник Бургер Кингов Уилли Уэлсон Там же были все Короче Та же наша Тони Крэквинкл Как я ее называю Но Тем не менее Когда Стало Понятно Что это будет Борьба между Тони И Лори Лайтфуд Ну вот честно Я небольшой политик В отношении Чикагских Дел Но Было понятно Что Тони Не Не доросла То есть Слишком много У нее погрешностей Включая тот же Я всегда его упоминаю Вот этот закон Который она пыталась Протянуть С сладкой водой И с тексом Налогами Да-да-да-да-да Вот на это Причем на понят Серьезно Вот И тем самым Чуть не лишила Нашу Чикагскую Как сказать Ритейл Индустрию Да Покупателей Почему Потому что Все быстренько Ринулись В Лейк Каунти В Дюпейдж Ну и так далее Так вот Когда она придумала Вот эту ерунду Конечно же Я был больше чем уверен Что ничего у нее не получится И вот как На деле Показала На практике Показала Наша Действительность Она проиграла Один к трех То есть 75 процентов Голосов Получила Лори Лайтфуд И только 24 голоса Получила Тони Крэквинкл Которая Ну близко Не должна была Выиграть В принципе Это было понятно Но Вот то что я тебе сказал До начала программы Те которые в Чикаго Живут достаточно давно И знают историю Мэров И таким Дядей Очень строгих Правил Если бы Тогда сказали Что будет мэром Женщина Черная Еще и Лесбиянка Ну да Это было Это был бы фурор Так вот Тех Которые Живут сегодня В городе Чикаго Поздравляю С выборами Нового мэра Женщина Чернокожая Лесбиянка То есть Все то что вы заказывали Чек 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 Да Абсолютно Она полностью Выполнила Все ваши мечты И все ваши Грезы У нас есть звонок Добрый день Добрый день Анатолий Да Вы забыли Что благодаря Семье Дейли Был избран Вашингтон Первый черный мэр Да Согласен Согласен Мало того Даже Кеннеди был избран Благодаря Дейли Я вам скажу Больше Феррис Вы Вы вспомните Почему был выбран Вашингтон Потому что После того Как у нас В городе Была Мэром Мэр Берн Джейн Берн С 79 По 83 Год С апреля До апреля Я вам скажу Можно было выбрать Любую собаку Которую Вот просто Вытащили Из помойки И она бы Стала мэром Я не хочу Обидеть ничем Покойного Вашингтона Хэролда Вашингтона Потому что Он не успел Ничего плохого Натворить Для города Но То что Вытворила После Мэрства Так называемого Дэлли Пришла Джейн Берн То что она Вытворила Поверьте мне Там можно было Выбирать Кого угодно Самую Последнюю Ну будем говорить Так Культурно Сволочь Просто получилось Так что Да Пора Подошла К Хэролду Вашингтону К сожалению Он Пробыл Всего Два года На посту И кстати Его Если вы помните Заменил Так называемый Еще один Мэр Говорю так называемый Потому что Абсолютно Пустое место Юджин Сойер Который Добыл Срок Хэролда Вашингтона Тоже Чернокожий Поэтому Что то еще Хотите добавить Да я хочу Добавить Что Вашингтон Стал мэром После Берн Да А не До Берн Феликс Я вот пытаюсь С вами быть Вежливым Но прочисти Пожалуйста Уши Я поэтому Сказал Что после Мерства Джейн Берн Можно было Поставить Любую Сволочь Поэтому А что она Сделала Плохого А вот 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 тут Феликс Прокололся Что она Сделала Я не прокололся Вы скажите Говорю Первое Первое что она Сделала Она была Первым мэром Которая Ввела В ход Дела Дисегрегейшн То есть Вот этих Наших Чернокожих Братьев Начали Автобусами Возить В такие Школы Как Сен Хайскул Которая Была Еврейской Фактически Школой В еврейском районе В районе Питерсон И Кларк Она Ввела Сегрегейшн Где начали Ввозить Чернокожих Братьев В Мэдер Хайскул Которая Находится На Линкольной Питерсон Это школы Которые Никогда Не имели Чернокожих Она Довела Наш Раджерс Парк До того Состояния В котором Он сейчас Находится Потому что Все те Которых Автобусами Возили В Сен Хайскул И в Мэтр Хайскул Вот эти Все Поселились Именно В районе Раджерс Парк И все То Что Когда-то Было Абсолютно Еврейскими Районами Вдоль Улицы Шеридан И улицы Гринлиф И улица Прет И улица Морс И улица Вот эти все Улицы Это все Был Еврейский Район Где мы Кстати Молодежь Собирались С удовольствием Сидя на скамеечках В парке В райжерс Парке И Общаясь Друг с другом До того Как привезли Туда Чернокожих Которые Там устроили То что Они до сих пор Там устраивают И никогда В жизни Не было Такого Чтобы в районе Прет И Эшленд Где мы Гуляли До 12 До часу ночи Абсолютно Спокойно Чтобы там Сейчас Не проходили Не производили Выстрелы Понимаете Феликс Это то что Сделала Мэйр Берн Это она Ввела Вот этот Десегрегейшн Ло Дальше Что она еще Сделала В тот момент Когда в Чикаго Абсолютно Не было денег Ни копейки Вместо того Чтобы поднять Зарплату полиции И поднять Зарплату пожарникам Что она сделала Она при выходе Из своего офиса Я имею ввиду По окончании Своего Так сказать Терма Она подняла Зарплату Всем вот этим Бездельникам В Сити Холле Всем Те которые Получали Вообще Копейки Которые Ничего Не делали Вот что Она сделала Феликс Учите Историю Окей Давайте попробуем Принять Следующий звонок Пожалуйста Добрый день Господа Опять Дора Значит Вопрос Просто Идиотский Вопрос Что она Сделала Я жил В это время Когда это было В районе Дивана У меня фотографии Есть Мы ходили По крышам Машин Машины Были Она была Абсолютно Не подготовлена К уборке Снега Абсолютно Город Буквально Был Ну да Это была Сумасшедшая Страшная Зима Но она была Совершенно Не подготовлена Ни как Мэр Города Чикаго Ни как Политический Деятель Вы помните Эллис Вот как Она Привела Привела Вашингтона А кстати Про Вашингтон Вы знаете Просто Эти эксперименты Вот это Сейчас Слушаешь Американское Радио Ну вот У нас Стала лесбиянка И черная Окей God bless you Как говорят Это все Квалификации Мы уже имели Первого черного президента Просто замечательно Мы имели Мэра Вашингтона Но полный дизастер Помните Мэр В Нью-Йорке Диккенс Прекрасный человек Кстати Хороший мужик Полный дизастер То есть Эти эксперименты Но зато Мы имеем первого Мы имеем первого А результат Какой Какие квалификации Главное Чтобы черным Я вот думаю Сергей Анатолий Что еще Осталось Чикаго Мусульманина Осталось Что стал мэром И мусульманин Что он был гей Или лесбиянкой Вот это А потом Что будет Туда будем Искать А потом Пора Будет Покидать Этот город И все Что осталось Для города Чикаго И бог И бог Нас миловал От первой Женщины Президента В шестнадцатом Греботе Вот еще Один пример Тут К квалификации Не говорятся Только Gender И Sexual orientation И все Это называется Квалификация К сожалению До чего Мы дожили Элокс Вопрос на засыпку А вы помните Единственное Хорошее Что сделала Джин Берн Единственное Хорошее Я не помню Скажите Она придумала Тесты в Шикаго А да Это неплохое Это тогда еще было На старом Неви пир На вот этих Просто бетонных Плитах Вот тогда Был первый Тесты в Шикаго Это она придумала Вот это Много дешевле Чем сейчас Да Это было очень Я в Караса работал В даунтауне И мы ходили Каждый день туда Сюда кушать Да Это совершенно Я даже не помню Видите Вот видите Просто я зиму Это не такого Не помню Но у меня есть Фотография дома Моей улице В районе дивана Снег покрытый По крышам автомобиля И спрашивают Что она плохого Сделать Она была совершенно Не подготовлена И ничего для этого Не делала Спасибо большое Назвали Ее перекресток На хайвее 90 94 В 80 Джейнберн Будем помнил Проезжаем Будем вспоминать Спасибо Вам спасибо Ребят Пока Пока Добрый день Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Я извиняюсь Второй раз Заскакиваю В эфир Мне кажется Что снег По крышам Это был При Вашингтоне Если я не ошибаюсь Мне как так кажется Не 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 Первый Первый стих По крышам Это был Я уже Не помню Первый стих По крышам Это была Зима 78 Я хотел поправить Но дело в том Что Вот это то О чем я пару минут Назад говорил Это абсолютно Безнаказанная Уход администрации Которая нам обещает На наши деньги Значит На деньги налогоплательщиков У них есть своя программа И потом они оттуда Как говорится Соскакивают Хотя несколько Губернаторов Там отсиживают Это тоже Как бы Ну Это факт жизни А их наказали Это тоже было Остальные как бы Оттуда соскакивают С очень хорошей зарплатой С очень хорошими Побочными делами Взятками И все такое И это получается Безнаказанно Вот это я без этого Начал прошлый мой Репортаж Я хотел сказать Что нужно Нужно стараться Такие вещи Они должны быть наказуемы Потому что это Слуги народа И любыми путями Нужно пытаться Хотя бы это делать Если это не буду делать Мы дойдем Здесь до ручки Дойдем до того До чего мы дошли Вот это Спасибо большое Спасибо Добрый день Добрый день Я вопрос могу задать Господину Червцу Пожалуйста Пожалуйста Скажите мне пожалуйста Я вам задаю вопрос Как долгожителю Историку города Феномен Ричарда Дели 89-2011 год Но У меня такая просьба К вам Не обращая внимания На то что он демократ Я понимаю что он демократ Но почему Такой долгожитель Благодарю Спасибо большое Я вам скажу почему Вы знаете Это был Наверное Даже больше Лучше Хозяйственник Чем его папа Его папа в принципе Все держал под контролем Мы это все знаем Там и Кеннеди выбрали И корни были сумасшедшие Но Именно Давайте говорить о Дели Как о мэре города Значит Это человек Который абсолютно Наладил в городе Отношения Между Правсоюзами И Работниками Это человек Который Имел достаточно Такое Сильное Причинное Место Для того Чтобы Править Вот этой Железной рукой То есть Он абсолютно Спокойно Не боясь Никого Не потому что Он не боялся Наказания Он Просто Знал что Городу нужно Он знал Что когда в городе Появилась Крысиная Проблема Где Вот Нижний Вэкер Ловер Вэкер Там просто Невозможно было Не то что Ходить Там невозможно было Ездить на машине Потому что Эти крысы Просто доставали Вот эти все Рестораны Эти склады Все что было На Нижнем Вэкер И он Абсолютно Спокойно Выгнал оттуда Всех Бомжей И сказал Так Ребята Меня не интересует Где вы будете жить Но крыс мы Оттуда выведем И он Приложил максимум Усилий Он почти С этой проблемой Справился Ну К сожалению Невозможно Вывести крыс всех Это раз Дальше Когда в районе Когда в Чикаго Начались Вот эти Война Банд Он Очень серьезно Заставил полицию Вылазить Из машин Я имею ввиду Это мы говорим Там 78 79 80 Год Полиция Не ездила в машинах Как они это делают Сейчас Они патрулировали Улицы Причем Они патрулировали По два человека И ни у кого Никогда Не было проблем В нехватке Полицейских Или в нехватке Детективов Так Это Мэр Дэйли Дальше Мэр Дэйли Фактически Действительно Поднял Нормально То есть Создал нормальные Условия Для пожарников Понимаете Поэтому Вот это то Что сделал Мэр Дэйли И его Люди Его уважали Его уважали За его смелость За его Беспринципиальность И за его Вот это бесстрашно Скажите мне Назовите мне Еще одного Человека За всю историю Чикагских Чикагских Политики Чикагской Который Посмел бы Взять Аэродром В даунтауне Так называемый Мэксфилд И За одну ночь Пока все спали Его полностью Перекопать И привести его В негодное Состояние Только потому Что он сказал Хватит Вот этим Народу Летать И приземляться В даунтауне И создавать Вот эти все Ажиотажи Своей летной зоны И народ Проснулся Вот пошли спать Был аэродром Проснулись утром Полностью Вся взлетная полоса Перепахана И Закончился Мэксфилд Ни один В жизни Мэр Которого я По крайней мере Помню На это Был бы не способен Вот вам ответ И вот Долголетие Вот и все Ему просто надоело 18 И сколько 22 года Он был у руля Ну пора И на пенсию Пойти тоже Ну что Отойдем немножко От Чикаго Да Уже И так Больше не о чем Не так давно Помнишь Было слушание Поговорим о том Что происходит В Вашингтоне Бетти Девос Грилл Жарили В Конгрессе И в частности Там Встал вопрос О том Что Возможно Сократят Финансирование Специальных Олимпийских Игра И вокруг Этого Поднялся Такой Гвалтый Шум Что Трамп Вынужден был Выступить Сказать Нет ничего Мы Сохраняем Финансирование Но истерика Была Серьезная При этом Губернатор Нью-Йорка Кома Сократил Расходы В специальные Олимпийские Игры И тишина Ни Бип Да То есть Вот это прелесть Быть демократом Да Можно все что угодно Делай что хочешь Не важно Главное только Не убивать Никого И то Если убил Ну по крайней мере Не демократа Будем говорить так Да Так что Двойные стандарты Налицо Теперь Дирбурн Это первое Но гоузон Добились Вагиноголовые Своего Добились Вагиноголовые Которые выходили На демонстрации Так сказать В поддержку Мусульман В поддержку Ислама Своего добились Дирбурн Стала Первой Но гоузон Наши соседи Штат Мичиган У нас по моему Где-то На западе Есть такие Анклавы Где прошивают Мусульмане Ну это Скоро Большая мечеть Прямо в дисплей Белларды Ипатер Большая мечеть Прямо вот здесь В Норсбурге Ну да Вот она Прямо тут Да Так что Все идет С моей Но гоузон Знаешь как это Интересно Вот до тех пор Пока в эту Но гоузон Не придут МС-13 И не начнут Их резать Вот когда Их начнут Резать А туда Айс И не пойдет Не пойдет Вот тогда Может быть Додумаются Я не знаю Мистер Ким Пойдут В такие зоны Мистер Ким Пойдут везде Куда их есть Кому гонять И допустят Вот в чем дело Если они попали На Лонн Айленд В Нью-Йорке Лонн Айленд Это была Совсем Нехило Нехилый район Абсолютно Понимаешь И он был Престижный Дорогой район И если они туда пришли И обосновались То поверь мне Эти Но гоу Это ерунда А ты видел Наверное В Нью-Йорке Теперь появились Патрули Шариатские патрули Да Здорово Это еще один шаг Это еще один шаг Это делает Нашу страну Сильнее Диверсити Ты же понимаешь Шариатские патрули Шариатские законы Здорово Мы сейчас наверное сделаем небольшую остановочку А потом поговорим о том что происходило сегодня в конгрессе Обязательно Юридический комитет У шлепок Недлер И так далее Вот об этом наверное мы поговорим Буквально через пару минут